Поезд здоровья остановился в Волках на два дня. За первый его посетили более 50 человек. На второй раз уже до обеда столько же. В связи с удаленностью населенных пунктов всегда есть нехватка в таких специалистах, как кардиолог, невролог, офтальмолог, в меньшей степени хирург и терапевт. У офтальмолога за день бывает около 40 человек. Здесь работает Людмила Рябова, врач высшей категории. Она говорит, что состояние глаз на 95% определяет качество жизни любого человека. При этом за два года работы в поездах здоровья обратила внимание на то, что в каждом районе свои типичные заболевания. Вот здесь у вас, конкретно в вашем районе, очень большая проблема с сетчаткой. Очень большая. Очень много возрастных маклодистрофий, изменения при сахарном диабете. Потому что, кстати, я тоже провожу такой анализ. И вот, допустим, в одном районе там этого нет. Там совсем другая патология, офтальмологическая. Как-то вот есть, между прочим, я должна вам сказать, есть разница. Другим специалистам тоже люди в очередь стоят. Кто-то проконсультироваться, кто-то получить медицинскую помощь. Хорошо приносите, давление снижаете. Ну, вот утром пью, да. Вот давайте, знаете, мы как с вами сделали. Утром будете принимать эндопамид. Маленькой дозой, полтора миллиграмма. А вечером в дальнейшем. Препарат хороший. Можно и от ковида прививку сделать. Вкалывают гам-ковид-вак. Он же спутник, как Путину. У нас планировалось сделать 100 человек сегодня. Как бы записались на такую вакцину 100 человек. Пока сделали 43. Ждем еще. Вакцин пользуются спросом. Здание поликлиники в Волках есть, но работает здесь только терапевт. Между тем, живут в Волках 400 человек, а всего на этой стороне реки в районе 2000 жителей. В Лысково попасть можно только на пароме. Ездят набор. Это больше 60 километров. Так что поезд здоровья здесь ждали уже несколько лет. Очень даже полезно. Тем более вот для таких сел, как наши здесь, за Волгой. Мы же оторваны от района. Поэтому это для нас, как говорится, воздух. В Лысково нам очень тяжело добраться. Тем более вот стареньким. И в Лысково у нас врач редко как-то работает. Не попадешь. Поэтому хорошо, что приехали, проверили. Капли назначили. Все, будем капать. Утром поезд здоровья тронется в другой населенный пункт Лысковского района – Черную Мазу. За время работы только этого поезда помощь получили почти 10 тысяч человек. Александр Быков, Алексей Калякин. Время новостей.